Болельщики сборной России, несмотря на будний день, собрались в одном из московских спортбаров, чтобы посмотреть за первой игрой нашей команды на Мундиале. Я обожаю, когда наши фанаты собираются, и вот этот взрыв эмоций. Однако стартовое волнение не позволило командам в первом тайме показать содержательные игры. И корейцы, и россияне ограничились парой не слишком опасных вылазок к воротам друг друга. Можно более агрессии добавить, прейсинга больше, впереди отвечать на мячи, перехватывать и больше играть на ворот соперникам. Мне кажется, неправильно настроили игроков, потому что они нервничают. Вроде бы все так играют самоотверженно. Переволновались. Но переволновались. Но мы все равно валяем за них. Они все пели гимн, мы чувствуем самоотдачу, надеемся, что они перестанут волноваться и будут забивать голы и играть в футбол. Начало вторых 45 минут вселило в фанатов надежду на более интересную игру. Но грубая ошибка в середине тайма одного из лидеров сборной, вратаря Игоря Кенпеева, повергла всех неравнодушных к судьбе команды в шок и уныние 0-1. Скрасить эту бессонную для болельщиков ночь было суждено нападающему Александру Киржакову, который вышел на замену и сравнял счет на 74-й минуте. В оставшиеся 15 минут команды не создали практически ничего, что полностью бы отвлекло собравшихся от напитков и еды. Как итог ничья 1-1 в первом матче чемпионата мира на групповом этапе. Сильно ожидал большего. Думал, что поагрессивнее сыграем. К сожалению, либо перегорели, либо действительно играть нечем. К сожалению, травма Широкова, видимо, не дай бог, конечно, окажется фатальной для нас, потому что в середине совершенно-совершенно нет мыслей, нет агрессивности и ума. Таким образом, сборная России, как и Южная Корея, после первого тура имеет в активе 1 очко лидеры группы бельгийцы в 3 очка.